Дубильные вещества. Вяжущие, терпкий вкус некоторых плодов – хурма, айва, кизил, груши, рябина, терн и другие – зависят от присутствия в них дубильных веществ. При замораживании количество этих веществ уменьшается, что делает плоды менее терпкими и вяжущими. Противовоспалительное действие дубильных веществ на слизистую оболочку кишечника приводит к понижению его секреторной функции и в некоторой степени сопровождается антисептическим эффектом. Из дубильных веществ наиболее изучен танин, оказывающий благоприятное действие на кишечник при поносах. С этой целью плоды, богатые танином, черника, например, лучше съедать натощак. Если же применять их после еды, они окажут лишь незначительное действие, так как белковое вещество пищи, соединяясь с танином, связывают его прежде, чем он достигает стенок кишечника. Если у вас бывают спазмы пищевода, очень осторожно употребляйте продукты с вяжущим вкусом. При выходе с голодания никогда не используйте продукты с вяжущим вкусом. Они могут очень сильно завязать. Пищевод и желудок будет очень и очень неприятно.